Всем привет, ребят, с вами Акаки, и сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт. И как всегда, в необычный... А необычный тем, что мы сегодня с вами продолжаем играть на Скайблоке с миллионом модов. Я построил целых три места, где мы с вами будем дальше развиваться. Большой остров с пятью ветрогенераторами. Я понял, что в скором времени нам с вами предстоит огромное количество механизмов делать, поэтому сразу же решил всё улучшить. Теперь хотя бы энергии у нас с вами будет, хоть отбавляй, очень много её будет теперь. Просто я посмотрел, как работает один ветрогенератор, и я понял, что он не выведет такое количество механизмов. Поэтому сразу решил сделать пять и немножечко расширил местность, где у нас с вами всё это находилось. Конечно, можно было бы что-нибудь ещё сюда поставить, может, и ещё ветрогенераторов сделаю, но пока что, наверное, не буду. И так достаточно. Сегодня у нас с вами по планам очень много дел. Я посмотрел по заданиям, и я понял, что я до сих пор не выполнил эту ветку. Выполнить её, на самом деле, очень даже легко. Нам всего лишь с вами потребуется несколько вещей. Во-первых, нам нужно с вами сделать слаймбол. И делается это довольно-таки легко. Нам всего лишь нужно сгусток слизи. А сгусток слизи мы можем с вами сделать с помощью протеина, а также сукроус. Интересно, что это вообще такое? А я вам расскажу сейчас. Протеин — это, грубо говоря, кожа. А сукроус, если вы не учились в школе, хотя я тоже не учился, это просто сахар. Но для того, чтобы нам всё с вами это сделать, нам потребуется с вами комбайнер. Комбайнер? Вот такая вещица. И делается она довольно-таки легко. Нам нужен всего лишь обсидиан, железные слитки, алмазы, редстоун и поршень. Ну, с поршнем никаких проблем у нас с вами не будет. Но также нам с вами потребуется дизолвер. И тут делается уже всё с помощью магмы и ещё двух поршней. Железного слитка и редстоуна. Но каким образом мы с вами получим магму? Магму можно получить с помощью обычной лавы. Да. Довольно-таки легко. И давайте тогда прямо сейчас тогда сделаем. Так, главное здесь отключить пока что на время. Эх, лава ещё не набралась. Давай быстрее. Сверхмощный как-то очень слабо справляется. Так, одна лава у нас с вами готова. Теперь отправляемся к нашему выжимателю или как-то можно ещё назвать. Просто закидываем сюда лаву. Эх, ничего не идёт. А, ну точно, жидкости же нету. Получается, придётся сейчас опять менриллок брать. А, у меня его нету даже до сих пор. Хорошо, сейчас добудем. Давай. Ай. Спасибо. Закидываем сюда. Жидкость наконец-то идёт. Пожалуйста. Пожалуйста. Аж сможешь так обработаться, да? Так, погоди, я как-то затупил что ли? Ну-ка, магма. А, точно, я забыл. Надо было по-другому это всё сделать. Капец, придётся ждать пока кристаллизируются. Ладно, вот эти кристаллики мне всё равно сегодня потребуются ещё. И в огромном причём количестве. Выливаем лаву. Бежим за ещё одной. Блюх. И ещё раз выливаем. Всё, магма у нас с вами появилась. Теперь можно приступать к крафту. Погнали тогда к нашему огромному сундуку. Там всё равно мы с вами сразу сможем всё скрафтить. И делаем дизолвер. Дальше нам нужен комбайнер. А, нам не хватает обсидиана и ещё одного поршня. Обсидиана, ну-ка иди сюда, ты мне нужен. Блюх, блюх. А сразу стак возьмём. И, кстати, как вы там заметили, уже полторы тысячи практически обсидиана накопилось. Довольно-таки как-то быстро. Комбайнер тоже готов. Теперь нам нужно с вами взять кожу. Благо кожи у меня много. Нам хватит, по идее... А, да, возьмём, наверное, всю. Но всю мы с вами тратить не будем, я, по крайней мере, на это надеюсь. И теперь нам нужен сахар. А, блин, сахара очень мало. Чё-то я много сделал как-то. Ну ладно, окей. Теперь нам всё это дело нужно запитать. Всё, готово. Так, комбайнер дизолвер. Смотрите, мы сейчас с вами сюда ставим кожу. И мы с вами получаем протеин. И, кстати, протеина очень много, но окей, окей. Нам потребуется всего его 18 штучек, так что... Всё, забираем. Теперь нам нужно с вами обработать сахар. Возьмём также 18. Насколько мне известно, здесь по одному будет, да? По одному даётся всего лишь. Но зато нам с вами сразу хватит на задание по слаймболу. Где это было у нас? О, блок слизи. Нам ещё, кстати, нужно будет сделать себе блок коричневого гриба. Правильно, гриба, наверное. Но для этого нам потребуется с вами ведьмина вода. И сегодня мы её с вами тоже сделаем. Я внимательно изучил этот вопрос, и я понял, как её можно всё-таки сделать. И для этого я даже подготовил уже саму платформу. Там будет очень весело, так что готовимся. Забираем всё это, и теперь просто докидываем. Всё, у нас с вами получается сгустки слизи. Отлично. Ой, что-то я выполнил что-то. А, сахарный тростник получаю, спасибо. Готово. Теперь делаем блок слизи. Всё, отлично. Обратно его перерабатываем. Я был бы сейчас не против выполнить, наконец-то, футинфарминг. Абсолютно полностью. Но для этого нам нужны с вами ножницы. Окей. Ножницы у меня вроде как были, а вроде как нет, не остались. Тогда железо, ножницы готовы. Отлично. Ещё одно задание выполнено. Дальше нам нужно с вами сделать себе, наконец-то, белую шерсть. Шерсть у меня есть? Нету. Но есть нитки, благодаря которым мы как раз-таки с вами и сможем сделать себе шерсть. Возьмём сразу 16 штучек. На самом деле вот с этим хранилищем стало намного удобнее как-то играть. Спасибо. Дальше у нас с вами есть задание, это построить рынок. Но для этого нам нужна красная шерсть, брёвна и доски. Для этого нам нужен красный краситель с вами. А, красный, эм, мак? Во, мак у нас с вами есть, делаем красный краситель себе. Красная шерсть, готово. Теперь нам нужно с вами построить рынок. Ищем рынок. Нам чего не хватает? Досок обычных. Опять досок, что ли, нет, вы издеваетесь? Ну да, нету досок. Много не будем делать пока что. Всё, рынок у нас с вами готов. И смотрите, в чём его прикол. Если мы прямо сейчас его с вами поставим, то... Эм... Ну ладно. Теперь мы с вами здесь можем торговаться. И давайте попробуем найти бамбук. Потому что бамбук мне так или иначе потребуется. Просто у нас с вами же есть задание, автофишинг. И для него нам потребуется фишерменстрейнер. Для этого нужен бамбук, а также стрингмэш. Он делается довольно-таки легко. Нам нужны опять всего лишь нитки. И тут задание, изумруд, спасибо. Погнали тогда сейчас заберём ещё изумруды, которые у нас здесь с вами успели накопиться. В огромном количестве. Сразу заберём тогда, наверное, большую часть. Точнее, не большую часть, а половину. О, три стака изумрудов есть. Теперь можем нормально поторговаться. Нам сейчас с вами потребуется всего лишь четыре бамбука. Цена один изумруд. Тогда, опа, четыре изумрудика. Забираем бамбук. Теперь берём с вами нитки. Готово. И выкладываем бамбук. Всё. Фишерменстрейнер готов. Но теперь нам нужно с вами также построить стрейнер бейс. И для этого нам потребуется воронка, сундук, железные прутья. По идее, у нас это всё есть. Хватает? Хватает. Отлично. Всё. И ещё одно задание с вами выполнили. Дальше у нас с вами есть задание. Making a kitchen with a book. Для этого нам нужна обычная книга. Её мы должны с вами пожарить. Довольно-таки странно, конечно, звучит. Но да ладно. Закидываем палки. Закидываем книгу. Всё. Она начинает готовиться. И по идее, у нас сразу будет с вами книга с рецептами. Или не с рецептами. В общем, с чем-то она будет. Сто процентов. Вест завершён. Ещё опыт. Дальше нам нужна с вами готовка для чайников. А для этого нам потребуется два верстака и два алмаза. Ох ты ж, ё-моё. Называется она готовка для чайников. Нужно, получается, вот это. А, нет. Она готовка для чайников один сначала сделает. А, она у меня есть уже. Плюх. Готово. Дальше у нас с вами кухонный стол обычный. И здесь нам уже потребуется с вами терракота и обычный камень, скорее всего. Терракоты нету. Нам нужна тогда глина. Глина берём. Ну, кстати, насчёт комков глины, нам глина всё равно потребуется. И теперь нам нужно с вами всё поместить в какой-нибудь резервуар. А, блин, я же их убрал уже, ё-моё. Как они там называются? Бочка? Да, бочка. Не там я поставил. Долго бежать придётся. Ух, много сейчас времени уйдёт на всё это. Ну, ладно. Хотя нам не так уж и много надо. Так что я надеюсь, этого нам хватит. Глины теперь достаточно, и теперь её нужно всего лишь обжечь. Для этого лава бы нам ещё не помешала. Спасибо. А, кстати, надо будет обратно включить уже наш механизм, а то всё, уже перестало работать. Делайся терракота, а я пока пойду лаву включу. Терракоты нам потребуется очень много, потому что нам нужно будет, во-первых, сделать себе кухонный стол. Кухонный стол. Вот этот вот. Да, нам только терракоты не хватает. Терракота, давай-ка сюда. Спасибо. Готово. Ещё одно задание выполнено. Дали за это даже хлебушек. И теперь нам потребуется раковина. Раковина тоже делается довольно-таки легко, но смотрите, в чём её прикол. Дело в том, что раковина как раз-таки нам потребуется для того, чтобы создать бесконечный источник ведьминой воды. Так что её надо будет сто процентов сделать. Вот это вот. Готово. И, кстати, мы даже целых два квеста завершили. И за это получили жидкостную трубу. Отлично. И теперь смотрите, как это всё будет у нас с вами работать. В этом месте мы как раз-таки и будем делать бесконечный источник. Но для этого нам потребуется сейчас споры мицелия. Я их уже подготовил. Также нам потребуются бочки из дуба. И два сундучка. Сундуки-то у меня есть хотя бы. Пожалуйста. О, да, есть. И ставим их примерно вот так. И теперь нам с вами потребуется очень много логических кабелей. Я даже считать боюсь сколько. А также много айтем интерфейсов. Давайте пойдём по порядку. Айтем интерфейс мы с вами подключаем к сундукам. Делается для того, чтобы отсюда брались у нас вещи, а сюда они направлялись. Дальше нам потребуется с вами флюид интерфейс. Он ставится просто сюда. Теперь нам потребуется флюид экспортер. Но для его создания нам потребуется с вами очень много output variable трансформер. Но они, кстати, у меня кажется есть. А также флюид интерфейс. Давайте сделаем тогда уж. Делаем сразу побольше. Делаем теперь экспортер. Ааа, можно сразу побольше. Вот столичка нам нужно. Четыре штучки. И поставить мы их должны вот сюда. И теперь рассказываю. Из этой раковины вода будет перемещаться в эти бочки. И там уже будут проходить некоторые функции воды, связанные с мицелией. Но дальше нам потребуется с вами item importer. Их нам тоже потребуется четыре штучки. Два, три, четыре. И подключаем их вот сюда к бочкам. Готово. Но теперь нам нужно еще с вами сделать не только item importer, но item exporter. Его тоже четыре штучки. И также нам потребуется variable card. И подключаем наш exporter вот в этом месте. Я надеюсь то, что вы и так уже поняли, как все это будет работать. Для создания песка душ нам потребуется очень много песка. И поэтому давайте его сразу же возьмем. Благодаря тому, что мы подключили с вами item интерфейс и item exporter. Сюда будет перемещаться песок. Отсюда будет браться вода. Распределяться по бочкам. И там уже будет появляться ведьмина вода. Но в совокупности песком это будет превращаться в песок душ. Item importer будет отправлять все эти вещи в другой сундук. Где уже и будет храниться песок душ. Дальше нам нужно взять получается просто logical cable. Ах, его у меня очень мало. Придется вот тогда больше сделать. Начинаем все это дело подключать. Все. Абсолютно все у нас с вами уже подключено. Кстати, хватило ровно. И теперь смотрите, что самое интересное. Как я уже сказал, здесь будет у нас песок. А здесь будет у нас песок душ. Поэтому нужно все настроить так, чтобы все работало. Во-первых, нам нужно с вами задать интерфейс channel. Здесь мы с вами ставим однерку. И во всех айтем импортерах нам нужно с вами также поставить однерку. Все это делается для того, чтобы сюда не попали лишние вещи. И попадали только нужные. А нужен нам только песок душ. Поэтому прямо сейчас мы с вами все настраиваем. Везде ставим однерку. Все готово. Также нам нужно с вами добавить везде вот такие вот карточки, чтобы все правильно перемещалось. И про жидкости мы с вами тоже не забываем. Как вы видите, жидкость уже начинает идти постепенно. Но ничего не происходит. Ведьмина вода у нас, конечно, с вами уже готова. И давайте мы с вами одну возьмем все-таки. Она пригодится нам. Но песок душ не появляется. А все потому, что мы с вами песок еще даже не приготовили. Песочек. А ну-ка иди сюда. Во! Много песка. И теперь просто его сюда закидываем. Но почему-то не работает. А, я забыл сохранить. Точно. И теперь у нас с вами бесконечный источник песка душ. Можно было бы, конечно, это все дело немножечко улучшить. Если бы у нас с вами здесь был генератор, конечно. И я думаю то, что мы с вами сможем это все дело сделать. Но пока что мы, наверное, с вами реально не будем это затрагивать. Пусть пока что делается песок душ. Нам все равно, кстати, его нужно взять. Квест выполнен. Все. Абсолютно полностью мы с вами практически закончили эту ветку. Нам остается только сделать генератор булыжника чуть-чуть получше. Раз, два, три задания всего лишь. Ну ладно, это фигня. Но давайте посмотрим, что у нас с вами дальше есть по этим заданиям. А тут ничего пока что нету. А, кстати, я совершенно забыл. Ну-ка, огнева. Огнева у меня есть. Берем обсидиан. И погнали, наконец-то, сделаем себе портал. Я уже тут специально для него место даже приготовил. Мы сделаем с вами большой, красивый портал. Чтобы все его видели. Чтобы все мне завидовали. О! Красота, да и только. Теперь его просто поджигаем и отправляемся в ад. Получим хотя бы еще одно достижение. Ого, крепость. Туда мы и отправимся с вами попозже. Ну посмотрите, мы с вами уже сделали дополнительный механизм. Мы с вами вообще просто умнички сейчас. Но я бы хотел сделать одну очень сложную вещь. И на нее у нас реально с вами уйдет очень много времени сейчас. Нам нужно с вами сделать одно хранилище. Довольно-таки легко звучит. Пойдемте сделаем. Опять досок не хватает. Ё-моё. Готово. И нам всего хватает. Отлично. Забираем. Еще один квест выполнен. Но что же мы с вами сейчас сделали? Если что, это связывающее устройство, которое поможет нам распределить абсолютно все вещи, которые здесь будут появляться. Но для этого нам сейчас с вами потребуется очень много чего сделать. Следующее, что нам с вами потребуется, это сделать себе сторож контроллер. Делается он довольно-таки легко, так что мы с вами спокойно сможем с этим справиться. Но для его создания нам потребуется редстоуновый компаратор, который делается с помощью камня, незер-кварца и редстоуновых факелов. Незер-кварц у меня есть, но его очень мало. Но насчет того, что он закончится, можно вообще не переживать, потому что с помощью песка душ мы с вами сможем нафармить еще незер-кварца. Сейчас нам нужно сделать с вами немножечко факелов. Делаем компаратор. Кварцевый блок нам нужен, нифига себе. Хорошо, окей, мы с вами это сделаем. Закидываем? Все, отлично. Нам нужен еще кварц, и нужно сделать аж целых два незер-кварцевых блока. Поэтому мы сейчас с вами забираем наш песок душ отсюда. Нужно взять наши изумрудные сетки. Нужно взять сейчас еще и сито. И погнали ее обрабатывать тогда наш песок душ. Как много незер-кварца-то сразу падает, нифига себе. И еще даже незерские споры. Незерские нарост, точнее. И соулеевая пыль. А для чего она нам нужна, я не знаю пока что. Но окей, будем чуть дальше изучать. Все, незерского кварца нам хватит... Полна. Кварцевый блок мы с вами делаем. Все, отлично, готово. Теперь, по идее, нам всего хватает, да? Да, хватает, отлично. Сторож-контроллер у нас с вами готов. И теперь можем начинать все делать. Я не помню, его вроде как не надо запитывать никак, так что окей. Опа, все готово. Теперь контроллер наш к этому инструменту привязан. Благодаря ему мы теперь с вами сможем все предметы из этого сундука распределять так, чтобы они были все по отдельности и хранились в разных местах. Но смотрите, что нам с вами сейчас для этого потребуется. Нам потребуется очень много сундуков. Но для того, чтобы рассчитать, сколько этих сундуков нам с вами потребуется, нам нужно с вами посмотреть, что вообще получается из просеивания. Возьмем тот же самый гравий. Из изумрудной сетки падает 4 каких-то предмета. Я так и не понял, что это. Апатит, серо, селитра и киноварь. Я до сих пор не знаю, для чего они используются. Запоминаем, 4 штучки. И еще из гравия нам выпадает 14 плюс 4, 18. 19 сундуков нам с вами потребуется. Поэтому сейчас придется их сделать очень много. 19 сундуков надо это 100% сделать. Готово, забираем. Но нам нужен ок-дровер. Поэтому мы с вами берем и делаем еще себе доски. Да, таким темпом будет очень долго. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все готово. Я специально здесь подготовил местность для этого всего. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так будем делать. Все готово. Теперь мы с вами должны это все связать. Вот так. Все отлично. Так, я где-то затупил походу. Да, я немножко затупил. Нам, оказывается, надо вот так вот сделать. Бум. Все. Теперь все переработанные вещи будут идти сюда. Но сейчас нам нужно с вами все законнектить. Вот. Все. По идее, законнектили. Нет? Или до сих пор нет? Подождите, а как это? Походу, надо еще немножко изучить. Так, ну давайте-ка проверим. Так. И так. Да, все работает. Ладно, тогда перетаскиваем это все сюда. Еще раз придется связать. Опа. Все, готово. И теперь самое сложное. Мы должны с вами абсолютно все предметы, которые попадают с этого гравия, перенести во все эти хранилища. И мы должны с вами посчитать. Должно быть 19 штук. Такс. Ну, кажись, получилось. Только есть одно но. Все это находилось просто слишком далеко. И поэтому пришлось немножко перенести. И давайте-ка мы с вами сразу все загрузим. Проверяем, работает ли это или нет. Время у меня 64 плюс 12. Получается 76. Отлично. Хотя это не показатель, работает или нет. Можно сделать намного проще. Да, оно уходит. Оно уходит сюда и перенаправляется сюда. Отлично. Алмазы всего лишь... А, я тут еще забыл. Ё-моё. Сейчас придется это еще все выкладывать. Эх, ладно. Мне просто даже сейчас интересно, сколько всего я алмазов успел скопить. Сколько всего изумрудов. Ну, че, это интересно на самом деле. Алмазов у нас 344. И изумрудов 202. Ну, я еще раз хочу проверить, будет ли хоть какое-то пополнение сейчас здесь. Давайте запомним. Кусочков железной руды 216. Подойдем через пару минут. Хотя, думаю, прямо сейчас можно посмотреть. Эээ, нет. Как было, так и осталось. А почему ремуфт? Эээ, подождите, а почему ремуфт идет? Оно теперь никуда не уходит. Че я сделал? Я все решил переставить. Я думал, из-за того, что хранилища как-то поломались. Но все намного проще. Тут, блин, написано, что нужно делать. У меня стояло ремуфт. То есть, все. Я теперь удалял. А сейчас я добавляю. Отлично. Ну, хотя бы работает теперь. 100% знаю. Было 216, теперь 222. 100% работает это хранилище. О, пачки торгуются. Привет. Че-то можешь мне предложить? Корнистая земля. Ага. Ага. Ну, окей, я тебя понял. Что у нас с вами еще по заданию есть? Кстати, опа. Вот это мы с вами сделали. Молодцы. Трэшер Кэнс. А может, это тогда сделаем? А, это распределять. Короче, нифига себе. Сейчас все эти сделаем. Раз, два, три. Еще одно задание выполнили. Нам дали еще ультимейтная корзина для мусора. Спасибо, конечно, зачем она мне нужна. Дальше у нас квантовый телепорт. Ага. Ааа, то есть вот оно как. Чего? Че это такое? Обсидиановая пыль. А как мы ее можем получить? В центрифуге, либо в дробильне. Точнее, в дроблении. Хорошо. Работает. Все работает. Нифига себе. Я до сих пор не нарадуюсь. И песка душ уже, кстати, очень много. Не, ну мы с вами молодцы, молодцы. А это что у нас, увеличивает количество блоков хранилища до восьми? Чего? Не понял, да и непонятно, и пока что не надо. Я тут немножко подумал, мне же все равно еще потребуется очень много редстоуна. Поэтому почему бы нам сейчас с вами кое-чем не заняться? Можно сделать еще одну вещицу прикольную. Но для этого нам потребуется еще больше сундуков, точнее этих хранилищ. И на всякий случай, чтобы не запутаться, что мы будем с вами получать с той же самой пыли? Восемь хранилищ надо. Восемь сундуков, восемь хранилищ. И окей, пожалуйста, пусть это будет не так сложно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Делаем хранилища. Восемь штучек. И погнали это дело добавлять. Готово. Теперь, чтобы вообще мы с вами сразу получали пыль и все это автоматически переправлялось, нам потребуется с вами еще айтем интерфейс. Айтем интерфейс. А также айтем экспортер. Нам уже хватит на него. Да, хватит. Ну и лоджикал кейбл. А, у нас его нету. Давайте сделаем. А также нам потребуется еще базовый универсальный провод. Все, отлично. Этого, по идее, хватит. Но я забыл, я забыл. Нам еще потребуется одно сито. Нам не хватает сито из березы. Окей, теперь есть. Готово. И также нам потребуется хаммер. А, все, больше не хватает. Алмазный. Как там? Даймонд хаммер. Нет, пишется алмазный все-таки. Нам сколько с вами потребуется? Раз, два и еще два. Раз, два. Готово. Теперь все это дело нужно каким-то образом присоединить. Во-первых, сито у нас должно быть вот здесь. А, во-вторых, с питанием. Эм, я не знаю. Можем попробовать, конечно, вот так вот. Но я не уверен, что это будет работать. А, блин. Да, не будет это работать. Нужен еще один генератор булыжника. Вроде как я все правильно сейчас подключил. По проводам только пока что непонятно, как это все сделать. Ну, самое банальное, что вообще приходит в голову, это вот так вот. Но как-то много места, мне кажется. Теперь ставим наш генератор булыжника сюда. И, по идее, сейчас все должно идти. О, да, оно передвигается, оно передвигается. Сразу сюда, смотрите, поступает пыль. Отлично. Я не думал, что это будет работать, но это работает. Ставим айтем интерфейс. Ставим айтем экспортер. Логический кабель между ними. И все это уходит. Да, сюда это уходит. И где-то... А, точно, оно никуда не уходит. Ё-моё, чё я туплю? Надо изумрудную сетку еще. А, куда я? Она уже у меня есть. Ставим ее. И давайте посмотрим, будет ли это работать. Будет ли это работать. А, не знаю. Не работает, походу. Аут-энерджи. Блин, энергии нету. Ну, это да, это логично тогда. Так, давайте тогда проводку сейчас поменяем. Сделаем ее немножко получше. Вот так вот. Сейчас, по идее, энергия есть, и все должно работать. Все, работает. Сюда передается редстоун. Ставим сюда редстоун. Ну, блин, мне кажется, это не совсем красиво выглядит, да? Ну да, это не очень красиво. Как, блин, тогда передавать нормальную энергию здесь? Если это хоть как-то улучшать, то придется капец, как все это дело перебирать. А, стоп, я забыл же. Так, мы же можем с вами добавить, да? Так, все. По идее, я все добавил. Точно, я забыл variable card. Я забыл variable card. Если мы ее сейчас добавим, то, по идее, все должно начать работать. Ну, кстати, мне кажется, или у меня синхронизировались они? О, они реально синхронизировались. Ставим, и, по идее, все. Все начало работать. Отлично. Ну, реально, по проводке вообще беда бедовая. Если у вас есть варианты, как это можно намного лучше сделать, то пишите. Пишите, мне будет полезно знать. Ну, а на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. Если вам понравился данный видос, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно, жмякайте на колокольчик. И не забудьте друзьям рассказать. Ну, а с вами был Акакий. Всем еще раз спасибо за просмотр и всем покедова. И что-то, мне кажется, я где-то переборщил. Что-то... Стоп. Где я затупил? А, оно, прикиньте, разделилось. А почему? Во, а теперь не должно перепутываться. Да. Пока!